МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Российские военные врачи приступили к работе в городе Камышло на севере Сирии. В Армении были найдены останки женщины войны возрастом 2600 лет. По сообщениям ереванских СМИ, премьер-министр Никол Пушинян в недавнем интервью у карьер Делла Сера заявил, что Армения готова восстановить дипломатические отношения с Турцией без предусловий. Мы сказали, и я повторяю, что мы готовы восстановить дипломатические отношения с Турцией без предварительных условий. Международное признание геноцида против армян не является предварительным условием для восстановления дипломатических отношений с Турцией. Это признание является очень важным процессом не только для наших отношений с ними, но и, как я уже упоминал, для предотвращения геноцидов в целом, передает Армен Пресс слова премьер-министра карьер Делла Сера. Мы попросили президента Армена Ака Абрамяна представить свой анализ этого заявления. Вопрос дипломатических отношений между Республикой Армения и Турецкой Республикой, который, кажется, на первый взгляд понятным, действительно очень сложный. О ком или о чем мы говорим? Турецкая Республика, являющаяся государством-приемником Османской империи, которая с момента своего рождения проводила разрушительную политику предыдущих правительств, уничтожая коренное армянское население, которое пережило предыдущие и продолжающиеся массовые убийства на территории государства, признанное Россией в начале 1918 года и Верховным Советом Союзных Держав 1920 года. С тех пор Турция оккупировала территорию этого государства и отрицает геноцид, который она совершила против двух миллионов армян и была признана на международном уровне Лигой наций 18 июля 1932 года и государствами-членами ООН с 24 октября 1945 года. Турецкая Республика или Турция является первым государством, которое признает Республику Армения восточную, то есть за пределами границ Западной Армении, оккупированной ею с 4 июня 1918 года, затем 2 декабря 1920 года, затем в 1991 году. Турецкая Республика была одним из первых государств, признавших Республику Армения. Республика Армения, прежде чем стать республикой, была Республикой Советской Армении, а до того, как она стала Советской, это была Армянская Республика Кавказ с площадью в 11 тысяч километров. Республика Армения стала членом ООН в 1992 году. После Батумского договора от 4 июня 1918 года Армянская Республика Кавказ, которая до сих пор является Республикой Армения, никогда не прекращала иметь дипломатических отношений с Турцией. Я хотел бы привести пример недавнего события, когда Всемирный комитет паноармянских игр после перелета из Еревана в Ван зажег факел седьмых паноармянских игр в Мусадаге. Вы искренне полагаете, что этот тип полета был бы возможен без дипломатических отношений? Десять лет назад, с апреля 2009 года по октябрь 2009 года, после согласования армян-турецких протоколов, президент Турции Абдулла Гюль и президент Армении Серж Саркисян выбрали менее политическую дипломатию футбольную, которая не приняла армянское население. Эти протоколы де-факто применялись в соответствии с северским договором 1920 года, который не был ратифицирован союзными державами, хотя и подписан, но осуществлен в соответствии с их внешней политикой. Факты есть, и речи армянской восточной дипломатии соответствуют фактам до тех пор, пока существует западная Армения в сердце населения. Оно будет нести факел свободы и применение норм международного права. Однако существует проблема для Турции статьей 11 Декларации независимости Республики Армения 1990 года, которая так или иначе признает реальность геноцида, совершенного в Западной Республике Армения, признанный союзными государствами как государством, то есть добровольно или недобровольно, тесно объединяющая Восточную Республику Армения и Республику Западной Армения. Я полностью понимаю, что эта точка зрения является очень хрупкой точкой для будущих дипломатических отношений между Турецкой Республикой и Республикой Армения, особенно когда она приближается к столетию Северского договора. Вполне возможно, что власти Еревана, проводя политику сближения с Турцией, в конечном итоге решат вернуться к статье 11 Декларации Республики Армения и будут вынуждены внести конституционную поправку, признающую, что Западная Армения никогда не существовала. Вот почему в так называемой Западной Армении не было геноцида. В Ереване уже есть люди, которые, как вы знаете, пытаются защитить этот антиконституционный тезис сегодня. Их цель не применять территориальные претензии или компенсировать последствия геноцида, а получать прибыль, требуя компенсации за конфискацию земли и полную реализацию прав армян Западной Армении, подвергшихся геноциду. Они открыто отрицают, что Западная Армения существует и что она является продолжением признанного государства, заявителя прав коренного народа, которые были подвергнуты геноциду и депортированы со своей исторической родины. Момент истины быстро приближается, потому что после всех этих формальностей, которые имели место в Восточной внутренней политике Республики Армения, после окончания Арцахской войны мы вступили в стадию не только отстаивания, но и реализации прав армянского народа. 2020 год – ключевой для всей армянской нации. В Меликакском районе Кесарии в Западной Армении на территории пересохшего озера крупный пожар уничтожил практически весь тростник. Больше чем половина 40-акровой области тростниковых территорий превратилась в пепел. Это место считалось временным убежищем для перелетных птиц. Обследование выявило, что пострадали не только птицы, но и кролики, и черепахи. Территория, затронутая пожаром, полностью превратилась в пустынную зону. С выше миллиона граждан Сирии вернулись в страну менее чем за год. Об этом заявил президент государства Башар Асад. По его словам, процесс возвращения сирийцев на родину ускоряется, в особенности после освобождения Дамаска и Южного регионов. Асад обратил внимание. Большинство вернувшихся в страну поддерживают правительство, что подтверждает данные голосования 2014 года. Однако и диссиденты, не совершавшие преступлений, также могут вернуться в Сирию без каких-либо проблем, заверил президент. Медицинский отряд военных врачей из России приступил к работе в больнице сирийского города Камышло и сообщает РИИ Новости. Для работы на севере Сирии прибыли специалисты главного военного клинического госпиталя им. академика Бурденко. В честь начала работы команды российских военных медиков у районной поликлиники состоялся торжественный митинг, на котором присутствовало более 300 местных жителей. В честь начала работы команды российских военных медиков у районной поликлиники состоялся торжественный митинг, на котором присутствовало более 300 местных жителей. Врачи из Российской Федерации уже успели приступить к работе и активно принимают местных жителей. Специалисты обладают всеми необходимыми силами и средствами для оказания квалифицированной помощи пациента. Исследование более чем 2600-летних костей, найденных в северной части Армении, показало, что они принадлежали женщине-борцу из Урарского королевства. Скорее всего, она была убита на поле битвы. Исследователи предполагают, что такие женщины-бойцы вдохновляли древних греков на создание образа амазонок. Как сообщает Армен Пресс, работы археологов были опубликованы в научном журнале International Journal of Archaeology. Археологи обнаружили останки на кладбище Бовер-1 в области Луры еще в 2017 году. По керамике и ювелирным изделиям ученые датируют захоронение 8-6 веками до н.э., когда на территории современной Армении процветало Урарское королевство. Она проводила активную политику завоевания до конца VI века до н.э., когда королевство пало в результате нападений скифов, кемерийцев и медийцев. Исследования скелета показали, что он принадлежал женщине около 20 лет. Украшения свидетельствуют о высоком статусе покойницы. Более подробные исследования позволили ученым сделать еще один важный вывод. Женщина, вероятно, также была воином. Это не первые останки воительниц Древнего Уванского царства, обнаруженные археологами. Другие исторические источники говорят, что в этом государстве женщины сражались с мужчинами плечом к плечу. По этой причине ученые предполагают, что именно жители Уванского царства вдохновили древних греков создать образ амазона к воинственной нации, состоящей только из женщин. На сегодня у нас все. Далее мы представим вашему вниманию Тарон Цинеш. Субтитры создавал DimaTorzok Полная версия видео представлена на официальном сайте телеканала Западной Армении. Оставайтесь с миром! Субтитры создавал DimaTorzok